Рёбра, овощи уже в Тебе кусок. Питяка, я бачите, что ты найдешь. Рёбра, овощи, не дай. И, 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 и. И, 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 и. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Все, это уже нам не нужно. Ну то уже убирай туда на стол. Вика за кадром подает тарелочки. Основная функция, которую у нас на приготовлении, в кухонном приготовлении, это Вика. Она делает подготовку. Она все приготовляет заранее, чтобы там пришел и все уже было помыто максимально приготовлено. То есть Вика за кадром делает очень много работы, просто ее никто не видит. Ну а я, понятно, я так тяпля. В основном Вика и Рырустан решает. Так. Это мы пока сюда обратно. Чтобы нам легче было достать. Поэтому никак попало бросаем. Чтобы потом... Видно, какой кусок процессора в шампуре. Это пока временно сюда. Теперь нарезаем молочок. Вот так нам усатик у пидвелы. И, пожалуйста, работай. Не обязательно тонкие слойки там. Любой, да? Да, да. А перец болгарский? Ты будешь... На шампура. А, на шампура, да? Да. Все это на шампура и готовим в мангале, а потом будем очищать. Добавляем соль с перцем и все остальное. Ага. Лук нарезаем, да? Ага. Вот. Берем соль. Засыпаем. Вверху соль. Соль полосится. 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 Да. Это для чего? Вот. Чтобы это... Легший сок. Он быстрее сок. Чтобы выпускал. Чисто отдельно, а не с мясом. Ага. Мы туда тоже будем бросать, конечно. Так. Это есть. И... Не, он почуку немножко. Так вот. Пока Рустам наготавливает, я запоминаю рецепты. Да. Ага. И сюда все кидаешь, да? Да. И сюда все кидаю. Ставим рядом все специи свои. Что это за специи? Паприка. Специи. Мели сунели. Черный перец. Скажи, что это такое? Это чипрец. Наш местный. Здесь у нас есть... Щепрец. Щепрец, да? Щепрец. Да, да. А то майонез. Мы это будем применять уже картошку. Майонез. Майонез. Да. Майонез мы не купляем. Майонез мы делаем сами. Ну, вернее Вика делала дома сама майонез. В следующем видео я буду делать. Я вам покажу, как мы делаем сами майонез. Ну, там тоже просто надо уксус, олия и яйца. И все. И майонез мы уже... Та вода три не купляем. Мы сами делаем. Мы знаем, что входит в майонез. И ему его... Дуже много у нас любят майонез. Черный перец добавили. Спас перца добавили. Сначала. Как обычно. Напишите кому показать, как я делаю майонез. Я покажу. Ви будете в шоке. И водой. И воды на вверх, да? Сюда. На лысо. На лысо. Берем чабрец. Обязательно. Надо перейдем, чтобы вот так вот упал. Хорошо. Сюда выйти воду, да? А сколько там? Чуть-чуть. Не, так я вот так. Можно налить где-то килограмм. Я так, чуть-чуть. 300 миллиграмм, 400 миллиграмм можно налить. Налей шок, шок. Ага. Опа. Все, вот так пойдет, да? Да. И хорошенько. Воды? Конечно, надо. Не, если поступит команда, я, конечно, добавлю. Команда не поступит. Мы потом в будущем будем делать и приготовление хачапури. Потом будем... В шампуре. В шампуре, да. Потом в хачапуре по-джарски. Да. В тандире, да? Да. В тандире. В тандире, будем делать... Чабаб-дунар будем делать. Чабаб-дунар будем делать. Все будем делать. А чабаб-дунар, что-то? Чабаб-дональ это тоже люди готовятся, все зеленые, ну все подряд, в общем, это лучше показать, чем рассказать. Ага, это разные, люля-кебаб, чабаб-дональ, да? Да. Пахнет, да? Пахнет очень. Друзьяки, кому из вас, ну, кто там у нас бере мясо, чей-то, и надо, чтоб Рустам замочил вот так шашлык. Питанье не ма, да. Питанье не ма, мы замочим, выберем мясо, яке вы скажете, в какой части, там, задок, лопатка, шия, и скажете заранее, в какой части мы вам замочим, завакуумируем и отправим. Ну все по старой технологии. У нас уже много кто бере, но просто, кто не знает, есть у нас и такая услуга. Пока Рустам у нас тут крутится, вертится, мы сжобом фасад, и он, как бы, вам зробит, замочит. Каждый день тут. Убираем кабачика, и сразу вам свежак замочил, Вика завакуумировала и вам отправила. Ценова политика разная. Ну, смотря, что вам надо. Рыбро, задок, лопатка, шия, поэтому балакайте индивидуально. Номер, по якому вы хотите заказать ножи, мясо, шашлык и так далее и тому подобное. 095-89-210-38 Виктория. Это моя дружина. Также напомню, пока Рустам все смешивает, что у нас идет оплата. Вся, вся, вся оплата за наши ножи, продукцию, все, что вы у нас берете на карту ФОП. Физичная особа, предприемец. Мы предприемцы, платим податки, платим пенсионные и так далее и тому подобное. Поэтому все деньги берем только на карту в розрахунок. Вот, мясо уже по красному, вот, сочность набирает уже, видишь? Угу. Все. А оно и цвет поменял. Да, и цвет поменял, и все, значит, все. И пахнет вот так. Вот это готовый шашлык? Да, это готовый шашлык. Его можно уже жарить, да? Да, можно жарить, но у нас все равно еще есть время. Мы пока будем сейчас вырезку приготовить. Все, все убирать и давай себе вырезать. Все в сторону, да. Помоги мне, пожалуйста. Я ж тут она подкладываю. Все сюда. Да. А вот это сюда. Все, это уже первое блюдо готово. Достаем наши вырезки. Смотри, какие красотки. Вырезки внутренние. Из чуленя. Красота. Расскажи, как ты их будешь. Сейчас кусок каменного налезать и на шампуру. По разному можно. Желательно его целиком готовить. Почему? Чтобы не высушить. Как комбаску. Как комбаску. Да, как комбаску. Оно нежное, мягкое. Самое нежное, самое мягкое, вот, кусок, часть именно любого животного, это внутренний вырезок. Это деликатес считается. Да. И самое дорогое, что есть. И самое дорогое, все, что есть, это самое. Да. На белом свете, что есть. Самое дорогое. Да. Ага. Вот это к ребрышкам рост. Ага. Давай сюда, кидай. Сейчас. Ага. Ты его так просто на шампуру делаешь, как этот, как одну целую комбаску, да? Да. И оно тогда не получается очень сухое? Не сухое будет, быстро готовится, наоборот. Они высыхают, как сухари. А потом, как с мангала шампур разнимаешь, нарезаешь? А когда я сейчас шампур одену, все, немножко надрезы сделаю, на куски определенные. Ага. Когда она приготовится, она разойдется вот так вот. Ага. И чтобы легко было. Розочек? Да. Когда на подачу так целиком положил, уже раз, раз, уже легко будет разрезать и достать этот кусок какой-то кож. Так. Начинаем. Переворачиваем сюда. А что тут вкуснейшее? Деликатесы черебра? А, у ребра свой вкус. Ага. Он по-своему вкусный. Он по-своему вкусный. На вкус пищи. Это по-своему, да. Любая часть по-своему вкусная. Каждая часть вкусная. Мясо вообще вкусное. А картошку? Картошку? Ага. Картошку тоже на шампур. Мясо. Немножечко соли. Почему? Соль сразу заставляет любое мясо соки выпускать. Как вот картошка в картошке, а касанное мясо. Вот. Посолили. Начинаем. Смесь перца. Немножко. И совсем много. Почему немножко? Потому что, если слишком много будет, в жару он будет высыхать и гореть вот это все. Заметил, мы лук сюда не будем делать. Сюда не нужен лук. Один слой. Черного перца тоже сюда не будем делать. Так. Переворачиваем кутурный картошку. Видишь, надо не высыпать ни где ничего. После соли все прилипло к нему. Он начинает уже свой процесс, короче идти, то есть пытываться. Вкусовые качества добавляться. Это вот забыл вырезать. Сюда его мы примем его. Так. Опять начинаем. И вот надо обращаться очень нежно. С мясом. С любого обращаться. Любое мясо будет вкусно тогда. С настроением надо все. Вот так. Отвертого. Так. Вот так. А как это блюдо называется? Без шашлык, просто обычный шашлык. Как называется, правда, уже кто так хочет так и называть, я его называю, шашлык, обычный шашлык. Так, может подать шампура, сразу мы оденем и поставим туда. Широкий? Давай широкий. Ну, значит... Как люля-кипап, только цельная. Да. Вот я так и первый раз вижу. Да ладно. Не, вот так, чтобы вырезки, я первый раз вижу. Рустам Чабуча, мама не горюй. Вы видите, у него в голове, он мне как рассказывает рецепты, дня не хватит переслухать. Да, где мама? 20 год стажа. Мясного стажа. Видите, что именно? Видите? У меня клюля-кипап, вот бы мне жарить. Так, по-прежнему, не до конца, не до шампура. Хватит 2-3 миллиметра. То есть, зависит все от торшины, допустим, мяса. Шампунь, как я делал. Смотрите. Я регулирую глубину, где много мяса, где много... А оно развернется само? Да. Ну, сейчас не видно ничего, пока будет готовиться. Ага. И напоминаю, от Рустама. Назгинайте дальше туда к кимфю, чтобы подальше вам держать, чтобы руки не поколить на мангане. Да. Все, это у нас готово. Опа. Вот, видите? Вот такие шашлыки. Где вы видели, напишите там, Стас. Мы видели, вот такие вот там вот там. Начинаем овощи. Да, овощи. Да, Шампура пошла. Какие? Тонкие. Один широкий. Достаем и тонкий. У нас и чеснок пойдет. Я понял, что был острый не так уж, да? Остротой. Не так, не нужен острый. Рок-то и надо уже. Лук пока не нужен. Ага. Да, да. Вот так. Смотрите. Некоторые надевают шампур вот так. Ага. Это неправильно. Угу. При этом жарке, короче, его он прокручивается, не получается. Равномерно, я обожаю. А ты целый его почувствовать? Да. А, да. Да. И вот так неправильно, потому что вот эта часть. Если тогда один надо. Так может уже широкий, чтобы они не крутятся, да? Не, ну не будет крутиться. Я имею ввиду, что если вот так он будет крутиться, то есть так неправильно. В длину? Да. А, это винтовый винтовый, да? Да, конечно. Вот. Это у нас один будет крутиться. Сидишь. Тоже. Вот так нельзя. Ага. То есть он будет прокручиваться. Только так. Ага. И вот такое вот расстояние должно быть. Сантиметра 3-4. Угу. Вот так вот. Вот так вот. 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 Все, оттянем. Так. Все, с аппаратом. Сол не куда-то. Да, поставь пока. Стоять туда же до этого. И кто угодно. Так. 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 Еще тоньше для помидоров есть этот. И... Так. Чеснок. Что мне делать? Вы остроту не любите, а? А этот соус. Акция зачем? Все, потом расскажу. Покажу. Это тоже надо. Да. Нет. Этому он другому ездит. Так. Это тоже забери. Угу. Помидор используем чили. Да. Трудоемкая работа, когда чистить это все, да. Что маленькая. А так он вкуснее, чем чили. Обычный томат. Угу. Снимай уже ж. Пески. Не. Хочешь помочь мне? Ага. Да я ж помогаю ведь. Вот так вот. Снимай. Так мне. У нас уже готово. У нас уже готово. Чуть дольше их выдели, пожалуйста. Так и... Ага. Угу. Ну ты имеешь ввиду, неудобно, что это эти... Шкурки ж будем чистить. Как шкурки? В них помидор? Да. В них шкуру будем чистить. А зачем? Ну соус будем делать, а это будем добавлять. В соус. Будет соус до шашлыка, да? Да. Ммм. 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 Вкусный. Просто уже ребра так пахнут и отец в ней. Реально, ести уже хочется. Да хватит давай. Это забрать, да? Да. Это тоже забрать. Это только то сало порезал. Сало. Его просто вот так вот. Тарелочка. Посадим все. Не. Так и сало нарезать. Вот завтра будем. Да. Рекомендую помидоры вот такие чили с нашим салом. Ну что. Нам Вика все прооторила заранее. Так. И посудочку. Я не одеваю целиком. Ага. Если еще меньше вот такие. Я тогда одеваю целиком. А если крупно пополам делаешь. Да. Ты смотри. Давай паим. Сейчас быстрее крахмал выпускаете себе. Ага. Который нам не нужен слишком много. Так мало. И все специи соль быстрее к тебе впитываю. И готовится быстрее. И поэтому намного вкуснее будет. Чем обычно. Просто одеваешь на шампур. Посолю и поставим. А яйца уже ты там будешь? Для мангала одевать? Яйца там да. Принесешь. Ага. Туда яйца принесли. И шампур. Да. Видишь. Казалось бы. Катушки мало. Посмотри сколько получается. Угу. 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 Яйца осол. Обязательно. Чтобы тоже наши осолы свои допускать. Щебра эта, да? Нет, чеблица сюда не будем бросать, чеблиц применяю я в самоваре в чайе и то как мясо. К рыбе, к картошке чеблиц я не бросаю, мне не нравится. И к шурпу тоже, чеблиц обязательно применяем. Так, у нас майонез здесь, оливочку плимем чуть-чуть. Оливочку, да? Да, подать, пожалуйста, оливочку. Вот, отлично это убираем. Так, где-то 3-4 столовые ложки, все. Хватит. Сейчас посмотрим, если что. Ага, добавлю. Добавлю все, добавлю. Соли можно не жалеть, потому что он много себе не возьмет, как рыба. Сколько нужно, столько возьмем себе. И сало, так с вами, сколько не сало. Так, так, так. Майонез домашний, он все же вот таки, густый, как жиле. Ты смотри, класс. Это Вика робота. Сейчас я нашел домашний. Это да, святый. Майонез кому надо домашний, тоже Вики можете заказать. Воно вам зробит в банке отправить. У литровый, 1,5-3 литровый, ну сколько хотите. Там уже по ценовой политике, с Викой балакайте лично. Но если вы попробуете этот майонез, вы больше не будете куплять и есть купленный майонез. Это я вам даю гарантию. Я тоже так думал, а после того, как Вика начал делать, ну я уже в Миро, я покажу следующие видео. Я в Викиданце видео и начал ей показывать. У меня даже трошки лучше получается. Стас, дорогой, посыпай мне чуть-чуть паприку, пожалуйста. А щебрец не надо? Щебрец не надо. Ну давай еще, еще чуть-чуть. Все. Это готово. После овощей его нализывать на шампура. И все. Дальше уже готово. Ну сейчас это быстренько и в сторону. Ребрышки. Картошка. И колбаски из вырезки внутренней. Можем вырезки поставить? Или нет? А потом. Так ставить или нет? Давай пока по чуть-чуть хаваный. Пока по чуть-чуть, да. Все равно мы здесь находимся. Вот так, отлично. Вот эти части. Ага. Чем больше мы прокоптим, тем вкуснее будет наш соус. А смотри, мясо начинает развалываться, да? Да. Надрезаем, надрезаем. Надрезаем. Два плажана готовы. Ага. Помидоры, видите? Помидоры готовы. Помидоры готовы. и чиктошки с тестыми готовы. Опа, все. И это может в сторону. Это соус, да? Соус. Все это в сторонку, а остыну. Ага. Это тоже. Так. Вот наши ребрашки. Ставим сначала ребра вниз. Лишнее что-то там убираем. А так их одевать, да? Да, одевать по разным. А ты здоровые куски вдев на два, да? Да, да. Маленькие на один. Абсолютно верно. И ребра мы стараться надо, чтобы они всегда в одну сторону. Да. Картошка. Ось. Отбивни. Внутренние вырезки тут. Ребра тут. Вот вырезки. Да. Ну что, пробуем. Как что? Да. Вот это яйцо блин. Подтекает, бачите, что сырое? Да, чуть-чуть. И на мангал, да? Да. И в сторону можно. Все. Давай покажем, что подскажет варенье. Вот так же сейчас будет чуть-чуть подтекать, чтобы... Да, да, да. Вот он у нас. Ага. А ну переверни его вот там. Нежелательно, но для тебя я сейчас перейду. Ага, он течет. Да. Он сейчас начнет. Если перейду, то течет. Течет, да. Ну, чтобы вот, скажите... Как люлики, надо дать температуру равномерно. Вот сначала, и там сейчас. Вот видно, вот жидкость. Угу. Вот картошка уже начинать у нас готовится. Вот так вот картошечки. И насыщка. Вот. Отлично. А, ну да. Он начинает сворачивать. Получается белок. Ну да. Ага. Вот. Вот, бачите. Сейчас я людям покажу, покажут. Ну, нельзя трогать вообще-то. Ну, давай, показывай. Для тебя исключение. Бачите? Ну, вот скажут, варене одевалась. Да нет. Варене. А смысл одевать время своей терапии. Ну да. Ну что, почти у нас все готово. Уже надо готовить, этот, посуду с лучком. Варене нарезать тоже надо уже, приготовить соусы. И наши овощи надо почистить. Это у нас потихонечку готовится. Я люблю с кровью. Я помню, не люблю. Ага. Хотя уже готово, ну. Извини. Варене нарезать. Щел攪 з бач gum. Выше воды всё готово. Что скажешь? Ну, это необычное, не такое, как шашлык. Да, это... Сам вкус мяса ты только здесь чувствуешь. Сколько бы ты не пельчил бы... И сочное, сочное. Сочное и сам вкус мяса. Я думал, оно будет сухое, а оно наоборот. Опа! Видишь, как он сейчас не чернеет? Да, да. Мы из-за того, что пьем вкуснее. Как говорится, товарин вид не теряется. А яйца не пригорят, если надо, перевертать. Опа! Уже можно. Ты до сих пор не веришь? Да. Потихоньку скупит, он должен готовиться. Как приготовили все. Остыло трошки. Остыло, да. Оно легче чистится. Вот это вот. Некоторые воду мочат, то все... Ну, а смысл? Воды туда намочить, короче. Так вот это оно будет мягкое. И помидоры, и вот это и есть. Да, да. И прокопченное вкус будет. Вкуснее тише вообще. Ага. Я вот это вот вообще пополам на мангале. Переверну я. Яйца, сырок туда. Ага. Угу. 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 Рядом положи. Угу. 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 Сейчас, дорогой наш, апатай, пожалуйста. Или мы там нарежем? Да там нарежем все. Давай туда переместимся, и там все готово. Друзьяки, сняли мы полностью наши ребра, яйца, картошку, вырезка внутренняя. И сейчас робе кетчуп, как оно называется? Соус. Соус. К мясу. Делать соус. Соус к мясу. Вот наши помидоры обчищены. От печеного. Ну, и очищены. Да, и очищены. Вот перец и вот баклажаны. Видим сейчас робе, как? В общем, вот это все мы, что в мангале приготовили. К нему добавляем чеснок. Можно было бы его тоже запекти, но не всем нравится печеное чеснок. Лучше свежее делать, тогда всем понравится. И укропчика добавим мы сюда. И все это мешаем. Чайную ложку. Чайную ложку до оливы. И все готово. И можно как подбива, то есть к ребру это делается. Обязательно. К ребру. И с картошкой. В комплект это у грузина вот это подается ребру. Вот, друзьяки, получается. Вот он полностью все нарезал. И оно будет сейчас смешиваться. Можно все это сделать блендером. Ну там, он говорит, что сделаем вручную, все смешиваем, нарезаем. Можно блендером перебить и все. Будет хороший соус. Сейчас все будем пробовать. Берем укропчика. Сюда можно применять укропчика. Я здесь помидорчики чили специально не хрешу, не режу. Они сок свой впустить. Вот так вот оставляю. Кусочек, когда мясо берешь, картошечка и это целиком. То есть помогает вкус вообще. Три-четыре вкуса во рту сразу получается. А вот так вот мелко берешь. Можно сразу на картошку или на мясо и поем. То есть опять же сразу. Три-четыре вкуса сразу во рту. Разнообразные. Ну что, пробуем. Значит, а как эту вырезку нарезать, да? Да, давай я нарезаю. Точно. Мы нарезали. Вот, на доску. Опля, вот так вот. Вот эту насечку тоже. Попробуем. 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 Везде все. Ну так. И мясо сочное же и осталось. Хотя мы немножко передержим. Нет? Угу. Попробуем. Давай, дорогой. Я тебе сделаю. Поднеси. Сейчас подожди. Давай я тебе сделаю. Как мы едем. Дома. Как? Понял. Я понял. Так. Возьми. Вот так вот, дорогой. Ну, вот так. Ну, ты понял сразу, с чем, да? Ну, нет. Бутербродик. И сюда, да, тоже, да. Таким бутербродик, да? Абсолютно верно. Ух. Ух. Гребочка. Ух. Вот все. Присаживайся. Пока мне на... Бон аппетит. Все. Вика, тебе тоже нужно? Нет. Что ты скажешь? Что молчишь? Ха-ха-ха-ха. Знаете, она просто мягкая-мягкая. Как... Вот помидорчики. Вот отбирна. Кусочек отбирной. Губа она кусается. Не, не, она насыпается, да? А мы... Как жарим, как сейчас вы слышите. Она супа. А тут-то прям... Протопите так. Спасибо. Ну и, друзья, покажу вам... Вообще, пробуй. А, они типа как просохли, да? Это надо тут их оптичать, да? Я не знаю. Надо снимать тоже умеет. Ха-ха-ха-ха. А я потом... Тогда зимой. А-а-а. Вот так. То, что я вчера говорил, намного уменьшилось, чем в воде. Вот не знаю, куда добавить. А-а-а, и так, как и с необычной. Да, пустотельной иначе. Пустотельной. Пустотельной. То надо чистить. Чистить не спеша. Пробую яйца, жареное на шампуре. Сколько? И внутреннее смешное, только на месте, только на месте. Они обы не такие, как вам. Не обы еще, да? Русик, как вовремя приехал. Приехал ему? Угу. Русик, это ты приехал? Ну, вот. Легко и придумали. Да, правильно объяснил. Ну, те, кто тебя любит, это точно доказывает, видишь? Друзья. Иди приставай. Все попробовали, все тоже вкусно. Еще раз показываю, как горна. Ребро. Пробую рыбро. Мягко и сочное. Как будто оно замачивалось дня три. Мы сразу шампуры отнесли, правильно? Угу. Вика, присаживайся. Вам спасибо. Всем приятно. Дуже все бомба. Ну, красота. Ты доволен? Я дуже доволен. Мне все дуже нравится. Сейчас Русик присяде попробовать. Спасибо. Хвосты вверх.